МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Телескоп», которая расставляет свои акценты. В этом выпуске о человеке, вся жизнь которого будто фонтан идей, в том числе провокационных. О лорде, живущем среди лиан, и о первой леди джаза и ее окружении. Это телескоп. Вы увидите то, что пропустят другие. Это музыка из господина-оформителя художественного фильма 1988 года. Ее написал Капитан. 16 июня ему исполнилось бы 65 лет, но он умер в 96-м, всего лишь в 42 года. Капитан – это было прозвище Сергея Курехина. Он очень много успел за эти 42 года натворить. Творил вокруг себя смыслы, нагромождение смыслов. Он был в кино, в музыке, в шоу-бизнесе, под конец в политике, вступив в запрещенную теперь партию. Композитор, акционист, актер, сценарист, пианист, мистификатор и провокатор. В память о Сергее Курехине на нашем канале его самая знаменитая провокация. Из-за которой теперь уже навсегда Ленин. Гриб. Мне кажется, что Курехин был новатором во всем, к чему не прикасался. Это был очень талантливый провокатор. Специфическая была личность, которая отличалась особой фантомностью. Он, в принципе, был, конечно, гением импровизации. Курехин был в восторге перед жизнью. Он потрясающий мелодист. И вообще, на самом деле, Моцарт нашего времени. В смысле, мелодии у него рождались, как, я не знаю, из рук изобилия. И они были для него настолько естественны, что он пытался заниматься чем-то еще. Истинное его призвание, на самом деле, это был мелодический дар. Пример музыки господину оформителю – доказательство этого. Пример музыки к замку Балабанова – доказательство этого. Но обаятельнейший раздолбай, который не доводил в стенах линфильма вот эти музыкальные произведения до конца. Про что эта музыка? Ваша концепция? Хорошо. Все прекрасно. Минутку, минутку. Мне кажется, приведи сюда, какого-нибудь человека, ну, маломальский, разбирающий все музыки, он также сможет нажимать на клавиши и то же самое вытворять, понимаете? У него не было преград для того, чтобы использовать шлягеры, мировые шлягеры, начиная там, я не знаю, с 19 века. Он это совершенно спокойно мог замешивать в свое творчество. И это не было каким-то плагиатом. Вы знакомы с творчеством Шнитке? Да, хорошо знаком. Да? Так вот, здесь не нам с вами сейчас решать о том, что с ним делать и как с ним быть. По-моему, об этом должны подумать в Министерстве просвещения, в Министерстве культуры, чтобы, чтобы эфирное время не предоставлять площадку вот таким подобным явлениям, не предоставлять. Геометрия его мышления, она была очень интересной и мало с чем сопоставимой. Поэтому он, в принципе, себя чувствовал свободно в отношении своего исполнительского мастерства, себя чувствовал свободно во всех водах. Курехин, создатель Оркестра безумной музыки «Побмеханика». Он просто смешал в кучу миллионы стилей, миллионы видов искусства. Допустим, театр и кино, балет и тяжелый рок. То есть это был такой глобальный эксперимент. Как он это придумал, не знаю, но всегда это было интересно. Он от каждого требовал добавлять в «Побмеханику» свое. Это не было то, что он кому-то что-то говорил. Он, может быть, соединял такие дела, как ляга собирал из разных цветов, разных этих, и соединял в одном, придумал какую-то главную партию. Он руководил всем этим, тратил очень много энергии. Питер, когда слышал, что у Курехина новый концерт, просто залы брали штурмом. То есть был один из домов культуры, где двери снесли вместе с охранниками, бабушками, билетерами и так далее. Конечно, он мог вводить и вводил людей в состояние отропи, в состояние недоумения, в состояние параллельного состояния сознания. Цель такая, меня будут раскачивать от рояля туда. Цель – сбить кого-нибудь ногой. То есть вы в тазе. Ваша задача – ударить меня палкой. И я пою песню «Истерика», пою песню «Истерика», оркестром вместе, и потом пойдут такие пенальные точки. Все вместе, тромбоны, оркестры, Меркульдом. Вот он считал, что состояние недоумения очень важно, потому что именно в этом состоянии остановки мыслительного процесса, вот этого хаотичного, вдруг могло у человека возникнуть, могли возникнуть те мысли, которые у него в обычной жизни не возникали, и он мог перейти на другой уровень. Основная его деятельность – это, конечно же, не исключительно музыкальная деятельность или какая-то культурная деятельность, а это все-таки деятельность высокоэнергетическая, направленная в центры различных очень сложных эзотерических проблем. Потому что Крёхин был человеком интеллектуально очень сильно вовлеченным в широкий комплекс вопросов, от богословия до, скажем, вопросов сексуальности и физики. Для него очень важно такое явление, как игра ума. И когда довольно серьезные журналисты спрашивали у него спустя уже примерно около пяти лет, а зачем он придумал Ленингриб, он говорил, «Ну, слушайте, ну это же такая игра ума». Он никогда не говорил, что это неправда, он никогда не говорил, что это фантасмагория. Я, во-первых, хотел бы сказать в первую очередь, что это не одна из тайны Октябрьской революции, а то, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Мы не занимались мистификацией, мы хотели наконец-то рассказать, открыть завесу над этой тайной. У меня есть совершенно непровержимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Многие люди поверили. Алла Борисовна потом мне сказала, «А я поверила», говорит, «Все было так убедительно». Костя Райкин мне в интервью тоже сказал, что он абсолютно во все поверил. И даже порадовался, потому что действительно мы приоткрыли какую-то завесу. Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. Общество просто выдыхало, что все, проблемы нет. Никто не понимал, что делать с этим персонажем. Как с ним теперь, после перестройки, что вообще думать по его поводу? Тут Курехин говорит, «Да вы вообще не думайте». Он был грибом. Я буду ждать каких-то откликов. На что? На феномен. Многие меня потом упрекали, что мы раскохотались в этой передаче, и тем самым поставили под сомнение, может быть, правдивость того, что мы говорим. На что я отвечаю всегда, что почему вы думаете, что только ложь бывает смешной. Почему правда не может быть смешной? Подожди, 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 подожди. Нет, смотри. Подожди, подожди. Так вот. Я помню точно совершенно, что рабочий держал в руке гриб. Да, это все правильно. Сейчас можно оставить на секундочку? Сейчас пройдет. Сережа, сосредоточься. Владик, не смейся. Он был невероятно легким человеком, который оживлял все вокруг. Вот большая компания, интересные разговоры, яркие какие-то моменты жизни. И когда появлялся Курехель, менялось все. То есть, как будто открывали окно, и влетал свежий воздух. Он все делал так спокойно, он говорил такие вещи на полном серьезе. На самом деле, он, по-моему, все это шутил и над всеми как бы потихонечку посмеялся. Он не принимал все серьезно. Многие люди его принимали серьезно, а он смеялся. В душе. Он ослаждается чужими победами и счастьем чужим, и их достижениями. Это не верить в себя, не стараться ничего сделать самому. Все люди братья. Я не хиппи. Что значит чужим? Я не хиппи. Я не хиппи. Джон Клейтон, сын лорда из рода Грейстоков. Звучит. Да это же Тарзан, благородный дикарь голубых кровей, воспитанный обезьянами. Насчет дикаря особо никакой экзотики. Популярный образ со времен Вольтера и Руссо. Первый роман о приключениях Тарзана вышел в 1912 году. Тогда еще, наверное, и автор не предполагал, что его герой обретет бессмертие. Петр, а вы знаете, откуда взялся крик Тарзана? Знаю. Это австрийский йодель задом наперед. А изобразить можете? Нет. Тарзан в каменных джунглях 21 века. Константин Скрипалев готовится к выступлению. Актер служит в театре Геннадия Чихачева уже 7 лет и за это время сыграл немало главных ролей. Но к образу приемыша обезьян Скрипалев отнесся с особым трепетом. Для роли, говорит актер, полгода не выходил из спортзала. Гримм придумал себе сам. Перед каждым выходом на сцену особый ритуал. Я всегда под эту музыку, под одну и ту же музыку настраиваюсь, разминаюсь, в течение часа где-то прыгаю, всякие фляки, кулыки делаю. Помимо сложных физических задач в мюзикле «Тарзан лавстори», Скрипалеву приходится решать и вокальные. Партии писались под высокий голос актера и его умение уходить в пальцет. Это я! Так появилась уникальная интерпретация знаменитого крика Тарзана. Помню еще в детстве у меня был коронный номер на пикниках. Йодль. Историю легенды со всеми ее неожиданными деталями изучили французы и сняли об этом кино. Фильм выйдет в эфир канала «Культура» сегодня. В том-то и дело, что человек, взращенный в дикой природе, стал героем. Он может прыгать с дерева на дерево, понимает язык обезьян, может с ними разговаривать. Бироуз хотел показать, что человек может вырасти даже среди обезьян. Тарзану, которого придумал американский писатель Эдгар Рейс Бироуз, больше ста лет. И это по-прежнему один из самых узнаваемых литературных персонажей. Бироуз написал о приключениях дикаря 24 книги, и по ним снято более 80 фильмов. По актерскому кастингу в этих экранизациях можно проследить, как за век менялись представления о мужской красоте. И, конечно, о любви. Если взять, например, зрителей, которые пишут после спектаклей, после просмотров, большая часть, конечно, это женщины. И то, что они пишут, да, это... Есть прям откровенные такие сообщения, что... конечно, это сексуальный образ. Девушки почти все говорят, что они сначала обращают внимание на харизматичность. Она для них сексуальна. Впрочем, по мнению актера, его персонаж остается популярным не только благодаря внешней привлекательности. Доброта, честность, правдивость, открытость никогда не станет нафталином. А Тарзан – это именно такой герой, который не будет подстраиваться под общество и пытаться всем понравиться. У него есть свое мнение. Тарзан не лепит для себя ничего. Он такой, какой он есть. Автору серии книг о юноше из джунглей Африка была знакома лишь из очерков путешественников. Большинство режиссеров первых экранизаций тоже никогда не видели континент своими глазами. Поэтому в фильмах земля, нетронутая цивилизацией, порой выглядит нереалистично. Африка была в моде. О ней много говорили. Почти никто не знал, что на самом деле происходило в реальной, невыдуманной Африке. Как шла колонизация, как были устроены европейские колонии. Фантазии вокруг Тарзана появляются и теперь. В мюзикле Геннадия Чихачева в либретто есть неожиданный персонаж. Миссис Хадсон, ученица Шерлока Холмса, которая мечтает работать самостоятельно и принимается за расследование дела Тарзана. По словам режиссера, идея поставить мюзикл зрела пять лет. Большим разочарованием для Чихачева стал текст книги Берроуза, который был одним из авторов так называемой эпохи бульварного чтива. Режиссер говорит, приходилось заставлять себя читать. Но в Тарзане для Чихачева было все-таки очень важное то, что мы утратили в себе самих. Он не потерял человеческие качества. Вот то, из чего получился человек, он не потерял. Я не знаю, есть у вас потребность или нет. Очень хочется по теплой погоде босиком пробежать по траве. Это сообщение с землей, на которой мы живем, оно начинает исчезать. Оно исчезает через обувь. Человек, живущий на 41 этаже, какое-то отношение имеет к существованию человеческому. А мы вот это все отрываемся, отрываемся, отрываемся. Тарзан тот, который не оторвался. Дикарь, который не потерял в себе человека и нашел смысл жизни. Может, кого-то история этой легенды подтолкнет к переменам? Хотя бы заставит снять ботинки? Элла Фиттжеральд и Оскар Питерсон знаменитая певица и знаменитый пианист. В 75-м году они выпустят общий альбом, который так и будет называться «Элла и Оскар». Питерсон вспоминал, что за годы совместных выступлений выучил жесты Фиттжеральд и с одного движения ее руки понимал, что певица хочет сказать. Вот это означало «слышу фальшь». А, вот так Фиттжеральд говорила чуть быстрее. Отстаете, ребята? К слову, Питерсон обвинили в том, что он как раз слишком быстрый за роялем. А про Фиттжеральд говорили недостаточно драматизма. В репертуаре Сергея Манукяна немного песен «Элла Фиттжеральд». Большинство из них для женского вокала. Однако есть вещи, которые может исполнять и мужчина. Например, «Саммертайм». Подобно первой леди джаза, как называют американскую певицу, российский музыкант голосом не только поет, но и играет. Она хотела, чтобы голос превратился в инструмент. И в этом была ее задумка интересна в то время, потому что никто это не делал. Это потом стали делать и певцы, такие, как Эл Жиро, такие, как Бобби Макферри, но это все же потом. Причем она это делала не только там в каких-то медленных темпах и в быстрых. Она там, например, пела какую-то песню очень, в таком довольно-таки быстром темпе. И в этом быстром темпе она импровизировала. Это было потрясающе. Уникальная исполнительская техника Элли Фиджеральд в свое время сделала революцию в мире музыки. Скет, вид джазового пения, который имитирует музыкальный инструмент, стал визитной карточкой леди Эллы. «Я мысленно ставлю себя на место тенор-саксофона», говорила королева джаза. Увидеть, как она это делала, можно будет на канале «Культура сегодня». Не только темп поражал поклонников Фиджеральд в ее джазовых импровизациях, но и необычайно широкий диапазон голоса – три октавы, чем могут похвастаться не все оперные исполнители. Дело не в трех октавах, и дело не в том, что у нее голос какой-то уникальный, дело в том, как она умела пользоваться им, как настоящий музыкант. Она исполняла разную музыку в разное время, всегда все делала в духе времени. В 70-х годах она потрясающий уже альбом записала, где она исполняет музыку в ритмах таких, которые уже были свойственны рок-музыке. Джазовые импровизации в стиле Фиджеральд в исполнении Сергея Манукьяна можно услышать на сцене театра у Никитских ворот. Время от времени он выступает здесь в качестве приглашенного гостя музыкального шоу, посвященного эпохе стиляг. Для них Эла Фиджеральд была кумиром. Памятник неизвестному стиляге посвящен памяти моего друга драматурга Виктора Славкина. Вот в моих руках его книга. И вот на обложке как раз Эла Фиджеральд, а за ее спиной ребята из класса Вити Славкина. Это то время, когда, собственно, Эла Фиджеральд пришла в наше сознание. Рассвет славы Элла Фиджеральд пришелся на середину 20 века. И в Советском Союзе ее голос тоже звучал, несмотря на железный занавес. Хотя достать пластинку певице в то время было очень непросто. Именно на этих рентгеновских снимках отпечатывались музыкальные решения того времени. Называлась «Музыка на ребрах». Спекулянты продавали магазины грампластинок эту музыку на ребрах, и мы приобретали эти самодельные пластинки, такой музыкальный самоздат того времени. В спектакле «Памятник неизвестному стиляге» знаменитые «Fever», «Summertime» и другие песни Фиджеральд звучат в исполнении Натальи Корецкой. Благодаря этой роли артистка и скет освоила и взяла ребемоль третьей октавы, верхнюю ноту диапазона «Леди Эллы». Мы слышим, как великие певицы, Натали Кол, Хьюстон, Агиллера, они поют высокие ноты, но мы понимаем, что это усилие. Она брала, как будто она не меняла ни позицию, ни дыхание, ей легко было. Вот есть такое ощущение, это правда. Удивительно, но у обладательницы уникальных вокальных данных, покорившей весь мир, не было даже базового музыкального образования. Девочка любила петь и танцевать, однако мама, работавшая прачечной, и отчим-шофер не могли отправить ее учиться. У нее нет официального музыкального образования, но девочки в Америке чернокожие поют в церкви такую фиелитуру, такие интонации, такие мелодии, такие огромные диапазоны, что Ди удаешься, потому что они в такой эйфории. И она там долго пела, осиротев подросткам, Элла бросила школу, бродяжничала, и все в ее жизни решил случай. На конкурс любителей в театр Аполло в Гарлеме Элла Фиджеральд пришла танцевать, но в последний момент решила, что будет петь. Главное же то, что она своими импровизациями, своим голосом, своим пением она доносила какие-то чувства. А если вы слушаете его, как она скидет, и вот эти дела, она же абсолютно свободная. Она абсолютно свободная, искренне, она как дельфин плывет вот в этой, в музыке. И делает, что хочет. Свободной импровизацией культовой певицы на канале «Культура» дополнят пассажи выдающегося пианиста Оскара Питерсона. Как Элла Фиджеральд, он снискал себе славу прежде всего как джазовый импровизатор. Сын вокзального носильщика, ставший виртуозным музыкантом. Я считаю, что это эпохальный пианист, пианист удивительный, очень техничный, и вместе с тем умел так аккомпанировать совершенно незаметно, как будто его даже не слышно. Я считаю, что это такой джазовый лист, если вот так можно сказать. В 1974 году Питерсон в составе джазового трио, которое так и называлось, трио Оскара Питерсона, выступал в Советском Союзе. В эфире канала «Культура» будет показан концерт 1963 года в Парижской Олимпии. На одной сцене выступят джазовый лист и «Леди Элла». Два выдающихся музыканта, которые собственным примером доказали, что в жизни нет ничего невозможного. И еще немного джаза решили мы. По мне, так джаза много и не бывает. Хороший писатель Харуки Мураками очень любит джаз. У него большая коллекция пластинок, около 40 тысяч, как сообщает интернет. В конце 90-х годов он написал джазовые портреты в двух томах. И вот, что Мураками говорит про Фиджеральд и Питерсона. Элла и Питерсон – музыканты экстра-класса. Быть может, поэтому их исполнение зачастую напоминает произведение искусства. Все настолько правильно и совершенно, что придраться не к чему. Оставляем вас с джазом и прощаемся на неделю. Вас ждут новые истории и новые герои. Герои канала «Россия. Культура». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok